всех приветствую с вами я ваш веган христолюб сегодня очередное видео посвященное веганству и протесту против эксплуатации убийства живых существ сегодня у нас речь пойдет о лошадях мне настя написал такой комментарий к ролику если бог есть любовь то почему страдают животные расскажи пожалуйста еще и про верховую езду на лошадях ездить расскажи пожалуйста еще и про верховую езду на лошадях есть неестественно это конечно же эксплуатация в принципе настя сама все в своем знаете хорошо заданный вопрос половина ответа есть такая древняя мудрость и так и есть с одной стороны мне не очень хотелось этот ролик писать знаете уже столько записал в конце да давай его на экране у вас 4 плейлиста на моем канале да все уже разжеванное казалось бы чего что-то говорить да ну чем лошадь отличается от кого-то другого живого существа уж то что живой уж лошадь испытывает чувство боли там или радости ну кто какой умный человек этого не понимает да казалось бы хотя про верховую езду здесь как бы ведь и настя даже конкретно про верховую езду спросил конечно же как ведь ролик решил записать и скажу не просто про верховую езду опять про все про и про всю эксплуатацию и убийство лошади сушно то пошло раз уж кому-то непонятно хотя конечно же я много раз говорил что постоянно говорю что своими видео я пытаюсь научить не конкретным вот вещам знаете как и ребенка сюда ходи туда не ходи снег башка упадет как в известном советском фильме мертвый будешь да конечно же ну чайку которую понятно что такое веганство я только что дал вам определение еще раз повторю веганство это осознанный индивидуальный прежде всего протест против эксплуатации и убийство всего живого на земле всех живых существ вот и уж лошадь и я говорю тем более стоит ли а сегодня лошади говорить казалось бы да ну настя написала насти 16 лет мы с ней познакомились она в телеграме она добавилась на канал на мой я ее увидел там просто написал я чуть-чуть пообщались я люблю узнавать кто как пришел там к веганство в частности или к истине вот и 16 на год веганка вот вот написал и поэтому я тем более узнав кто насколько ей лет я просто знаете ну важно кто тебе тоже пишет да ладно сегодня не об этом вот по поводу лошадей я так знаете на прям в скидку первую статью какую-то нашел в интернете она дерьмовая и читать не буду называется она интересно о лошадях то есть он там пишет что и бой нет нормально я в первую как вот я вам говорю ты в жизни мир лежит во зле я взял за основание и узнает для себя он несколько областей выделил я даже не стал их где-то там себе запиской делать прям как ведь тут и хоть фотографии есть какие-то поэтому этой статьей воспользуемся первую где используют лошадей всем известно это транспорт якобы ну и мы как бы да пойдем по принципу тоже самому которую мы делали при когда я записывал большой плейлист не веган потому что помните да и там были оправдания на которые мы давали я давал ответы как веган христианин да здесь тоже самое лошадь можно использовать потому что она нужна для там транспорта и как бы раньше я уж предпринял предпринял как это говорят предупреждаю да и все эти вопросы да что ты раньше без лошади не прожить в каждом доме ты знаешь лошадь была все это все дерьмо вот все что связано с убийством эксплуатации животных существ это все одевала все вот эти бредни вы знаете это бред не людей которые просто не хотят в своей голове чем-то подумать если там еще осталось чем подумать все эти аргументы они всегда легко самим человеком который если действительно просто сам хочет разобраться вопросе он всегда найдет ответы я приведу аналогию современным миром вообще с развитием ну по сути эксплуатация лошади стала такой веткой эксплуатации животных это такой это можно связать с научно-техническим прогрессом то я сам что-то делал а то теперь на меня кто-то пашет я взял кого-то поработил на его на меня пашет и якобы моя жизнь улучшилась если взять эксплуатацию вообще животных вот так скажем который человеку якобы делает его жизнь легче за счет правда своих страданий и скорби и порабощения своего рабства то аналогию прям действительно параллельную аналогию нужно не можно нужно провести с научно-техническим прогрессом человека якобы когда он помогает себе и ну неодушевленными предметами да я сам строительством много лет занимался да и мне очень близкие примеры я помню сам как я в детстве еще в россии не было таких понятий как перфоратор кто знает это такая дрель которая сама еще долбит и поэтому на дырку сама делает вот я занимался спортом всегда и в комнате решил турник повесить ну мне отец там помог придумать как это сделать получше ну и надо было четыре дырки сделать я их делал полдня была обычная советская дрель такая неударная не перфоратор тем более да она просто сверлила раньше дырки в бетоне делали пытались таким победитовым сверлом сверлить а потом просто молотком по такому на кернику так скажем бить да и ну то есть ты раздалбливаешь потом отдельно пытаешься сверлить раздалбливаешь ты там двигаешься полим по и пыль по миллиметру чтобы в обычной панельки мы жили таких все кто знает эти времена строили эти панельные дома но это по сути бетон до такой залиты форменный вот я четыре дырки на полдня там с ними мучился да конечно и когда появился перфоратор который и сверлит и сам добит и правильные там сверла с хорошими наконечниками сейчас делать отверстие вообще не проблема да и в принципе это я привел пример я тогда это я подросток был вот не помню какой класс это просто с работы всегда сравниваю что вы поймите простую вещь весь научно-технический прогресс якобы которые за который топит который якобы делает жизнь человек лучше он ничего лучше его делать жизни делают не людям не становится легче работать они из восьми часового рабочего дня не превращаются в четырех часовой из шести-пяти недель на рабочей неделе она не превращается ни четырех ни в трех это все чепуха мы все с вами живя в этой жизни все это видим если раньше я живой пример уже беру вот строитель если раньше есть на больших стройках обычно человек вообще делать очень узкую какую работу там вот именно ходит по всем домов в дом высокой таможному и там делает отверстие да если раньше платите рабу будет всегда одинаково ну как нас называет рабочие но от слова раб очень символично да если он раньше получал ту же самую тысячу рублей там на российские деньги я буду говорить о россии в частности да ну это на любую страну мира можно перенести тысяч рублей в день средняя там оплата труда да и вот он раньше просто делал всего там вот я вам говорил что там четыре дырки полдня делал ну грубо ли он там делал пусть там 20 дырок как рабочий с утра до вечера ну я может быть немножко преувеличил ну часа два или три я их точно долбил я помню я замучился с ними вот мне даже ведь в памяти такие моменты остаются ну пусть рабочие с утра до вечера работать делает этих до 20 дырок за тысячу рублей делает вот как и вы таким бурением и сам долбит там и все это очень долго время занимает а можно один все 20 дырок сделать получить за тысячу рублей когда появился перфоратор в россии в частности у этого этого рабочего руках он не стал больше получать он не стал меньше работать он стал работать дальше точно также получать ту же самую тысячу рублей за восьмичасовый рабочий день просто он стал делать у него норма появилась тебе же легче стало ты же может перфоратором то дырку за минуту сделать у него появилась просто норма теперь 1000 отверстий в день надо сделать и вот и все поэтому все эти бредни а как раньше без лошади а как пахать поле зачем вообще пахать до настоящая эко биоземледелие она не подразумевает никакую паху она подразумевает мульчевание ничего пахать не надо было все то что там ездили раньше учет перевозили это никак не облегчало все что ускоряло нашу жизнь и как бы якобы облегчал у тебя увеличился потом объем вот и все никак эту жизнь не облегчает абсолютно да от того что ты стал быстро из одного города там почтальон то бы шел там письмо раньше смс-ки были не то что сейчас до годец который из одного города вышел в другой и полгода идет откуда-нибудь из киева в москву да то казалось бой на лошади он доскачет намного быстрее да у нас конечно но быстрее но его тогда и проскакать надо будет намного быстрее и сто раз его еще пошлют если он за день может эту ходку сделал туда обратно за час начнем в день будет просто 10 ходок на этой лошади куда он только метаться не будет что это делает как-то улучшает нашу жизнь да никак да никак у нас сейчас современном мире мире вон пожалуйста бешеный поток информации куча дел мы все кот летим все вокруг летит машина жизнь наш стал лучше да не на грамм она не стала лучше не на грамм абсолютно поэтому эксплуатация той же самой лошади виде транспорта так называемого да там сюда вот эту пахоту добавим наверняка всем известно да все чепуха это никак не делала жизнь человека лучше абсолютно более того те на ту же самую едой ты лошади надо еще напахать тогда в соответствии так далее да то есть это чепуха и более того всегда самый важный аргумент это моральный этический ну я называю закон любви никакая твоя пахота никакое улучшение твоей жизни кто знает что такое грех и зло это удовольствие получаем и за счет чьих-то скорбей страданий да поэтому никакой твой даже улучшение жизни никак не может оправдать тот архумент что вот я там до и и поработил и ее жизнь превратила этой лошади или этого коня в ад да вот сам получаю какое-то удовольствие как будто лошадь чем-то ценнее меня и жизнь там или благо бытия счастливая жизнь почему должна принесена быть в жертву моим удовольствием это самый важный аргумент который выдвигает всегда веганство в противовес не веганскому миру вот это все важно очень понимать и все очень просто отвечать вот и все поэтому все кто говорит да вот там это все улучшала за счет чего ну давай тебя поработим закон жизни поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой и делать никому ничего вокруг себя в мироздании чего ты не хочешь чтоб тебе обратили ты хочешь быть рабом нет дальше пищевая промышленность первое есть такое понятие крупно-рогатый скотка рез доктор эксплуатирует ради молока коров там чем лошадь отличается ничем кто знает кумус или как он там в статье кстати по маниум говорилось куку мыс до лошадиное молоко до называется все то же самое да это не так массово как нам известно про коровье молоко но полно производства где вот точно так же а там лошадь лошадку мать постигает все те же самые ужасы что и в этом есть у меня видео молоко в тех во всех плейлистах да вот все тоже сам кто знает что связано какие ужасы молочной промышленности связаны с коровой ровно все то же самое происходит только с лошадью материнской женского пола все то же самое все тоже все те же самые ужасы да это первое порабощение естественно этого животного заковывания в цепи это насильное оплодотворение хрен поймешь какими дьявольско человеческим способами засовывают руку непонятно куда да и все это там все это дерьмо все это даже говорите об этом не охота ну вот это естественно рождение этого жеребенка если это мальчик его участь скотобойня если эта девочка и участь разделить судьбу своей матери все это естественно опять эти все насильные доения там все это да дерьмо вот все сейчас тем больше это с техника связано то есть такие живые заводы там насрать болеет она больно и нет все это просто подсоединяют и все и горя но огнем все лишь бы я ел пел веселился вот поэтому пожалуйста это молочная промышленность опять это опять все связано с кромешным адом и в концовке это скотобойня лошадиная бойня это что касается их них детей тоже мальчики никому не нужны в той там это не породистые лошади для молока абсолютно они никому не нужны тем более в современном мире они будут рождаться по воле божьей так скажем по природе своей да и будет просто забивать чтобы она давала молоко но естественно самой ту мать жизнь закончится пулей в лоб точно также дали дубинка по голове вот вам пожалуйста есть в этом какой-то любовь нет конечно ну про бойню тут тоже пишет на у него отвратительная фраза за которую будет в аду гореть мясное коневодство было есть и будет не важно нравится вам это или нет нет это важно так таком идет как ты ничего не важно здесь вот армия ну и по сути давайте я немножко армия полиция то есть это все связано с наездничеством но и с убийством конечно же сейчас мы так в поисках ты 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 ложь поводы вот цирки опять биологическая ну давайте тогда следующее это опять же лошадей используют точно также в лабораторных в медицине в экспериментах над лошадьми все то же самое проверяются вот поэтому естественно это вообще от вообще все что связано с на это вообще какие-то гестапо когда взять животное там привязать его заковать лишить вообще тело движения даже там чё-то над ним и проводить эксперимент это вообще люди какие-то шизанутый а вся медицина стоит на опытах над животными ну и над людьми там тоже все это да вот это вообще девальщины вообще к медикам отношусь очень негативно до единицы там области есть где какие хирургии такая знаете потому что там неважно как строение обезьяны там вся хирургия принципе на людях вырастала там по сути просто на трупах людей все понимали как потрошили все видели как чего устроена в общем-то делали да вот ну брат там тоже все негладкое уже и человеческие животные органы писать ладно в общем такой дерьмо даже ковыряться не хочу в этом вот то же самое естественно все это отвратительно по поводу верховой езды уж тут это область как видите может там пролистали сейчас будет это в армии в полиции где угодно использует все это отвратительно цирки зоопарки все по той же самой схемы и так как это благородная красивая якобы человеколюбивое животное она таким как бы является такое какая может быть любовь к своему эксплуататору да у нас у каждого конечно же все цирки зоопарки сами знаете какая-то мерзость отвратительная это просто порабощение животного и все ничего хорошего нет в угоду какой-то дури человеческой вот по поводу просто вот этого всего это ради красоты как всегда да просто по глазеть мне надо радость глаза я сейчас взял ну и в частности действительно лошадь одна из немногих животных которых используется так как не используется никто это так называемое наездничество верховая езда и как видите она используется достаточно тоже особенно раньше и сейчас в широких областях до сих пор вот именно умудряется использовать зачем-то ее и в полиции в армии уже на танках ездим там да на этих бобиках как у нас в россии называют ментовских да вот и все равно какая-то конная полиция господи сколько дури у нас у человечества это вообще вот и пожалуйста верховая езда этом статье прокрутил там якобы есть какие-то лечебные но это нас какой дурь только не придумают и пиявки там что-то высасывают да и вот якобы верховая езда может там что-то исправить все это чепуха ни за чьих слез ничего у человека никогда крови страданий самой жизни никогда ничего люди хорошего не сделают на костях кого-то на слезах на страданиях ничего доброго не строится такого в закон жизни все это вернется даже якобы что-то там кому-то помогает да там какая-то верховая езда лечебная все это дерьмо и все это в концовке человек хлебанет все это вернется не сегодня так завтра бог не положил закон жизни что кувалда сразу по голове тебе бьет за грехи вот но все это вернется причем исторично да и тогда ты все поймешь по поводу верховой езды я просто хочу сказать такой нюанс я вот во первых хочу сегодня вспомнить невзорова кто знает кто это такой в россии вот я когда узнал что у него есть но вообще-то вегетарианец как бы за это топит вроде но у него как выяснилось есть какое-то тоже типа фермы приюта что ли он лошадьми вот ну тоже вот он всяких этих больных забирает отовсюду вот но я не знаю как и поэтому и кто знает я про приют и говорил приюты я как бы одобряю да ну тут тоже есть оговорки сегодня я не буду говорить я на отдельный ролик еще раз я как не запишу вот и поэтому я просто как бы хотел о нем поговорить так вот сказал вскользь даже не знаю зачем потому что надо разбираться я точно не знаю как он там ими занимается я ну я его просто его как-то речь слышал он и вот только вопрос задали я не помню как-то было вот и что он даже как бы дает их для фильмов где там услышать не снимать все так понимаю как это там большая что даже это приют вот но с одной стороны он там как бы занимается спасением он вот выкупает таких которых там эксплуатируется всех этих цирков потом когда уже их на помойку но есть у нее что ли хороший я не знаю вот поэтому как бы я тут такой вот вопрос и я может быть предупредил что вдруг кто-нибудь в комментарии напишет так как я всей правды не знаю со самим не узором я лично не имею возможности общаться да и поэтому не знаю как все это происходит но по поводу верховой всей этой езды я что хочу сказать то и она же не только это же еще мысль убежала что-то другом подумал мне пример то был где же они еще то чуть пролетел ну ладно может сейчас помню да по поводу верховой езды вспомнил на паузу поставил подумал конный там спорт это то я имею 10 скачки там да то есть где только их не эксплуатируем и куда только не готовы да че только не придумать какой только зло у нас в человеке не находится да и куда мы только не применим скачки те же самые но в принципе там скачки даже беру там с какой только тоже нет есть где как верховая езда которым чтобы не говорить есть где ты хоть и не сверху сидишь на кто знает в таких повозках там еще в древнем риме были сейчас там какие-то такие сидячие там они как-то эти бегут с темношедями какой дури не есть 9 лошади вообще сами по себе то есть их тупый как вот использует просто да так и с собаками кто знает со всеми я говорю я по сути записывают ролик конечно ко всему живому относится крылья столько видео записал вон человек в принципе понятно вот ну и по поводу вот это ездовой верховой езды что лечебный какой-то якобы что вот якобы это удовольствие получать с моей простая на лошадь и иным так хорошо да то что я у нее на хребте сижу да все это конечно чепухает все вот эти цирки выступления все здесь в одном месте да по поводу и вообще езды и вот я просто про верховую езду в принципе хороший вопрос я что хочу сказать вот это просто пример опять показательный такой да и когда добро зло под личиной добра очень часто прикрывают кто вообще интересовался природой лошадей у меня нету лошади я мне это открыто на сердце и умов моим через все вот эти описания в принципе не скрывается эта литература вообще ну и как животные это проекция духовного мира более низких сущностей тоже в духовную ну так называют мире ангелов да он он зеркальный миру человеческому то есть ангелы как мы какие-то поменьше там духи это как животные да есть поменьше еще поменьше там вот вот животных по сути очень часто кто знает в животном мире у каждого животных по сути какой-то ярко выраженное такое качество характер весь животный мир он сосредоточен в человеческом сердце да мы смелые там и зоркие и сильные и в то же время ловкие и умелые там то есть да и какие-то животные разные там орел хорошо видит там обезьяна умелое что-то есть ловки есть хитрые и трусливые животные как мы все думаем зайчик вот кролика берешь у нас трясется правда весь когда его руки да вот вот лошадь всегда было это так и есть у нее природу не две таких ярко выраженных на них всегда как бы ссылаться и роли и лошадь с этим ассоциируется первое это еще называют гордость вот ну в хорошем смысле слова что лошадь у нее очень я думал какую картинку вообще поставить их много конечно забиваешь я на сами понимаете да ну я не хочу я эти ролики не монтирую знаете еще под свои слова сейчас вот эти подбирать я ничего не стало не под какие мы области рассказывали не просто даже сейчас какие мысли выражаю лошадь очень считается гордая она очень свободолюбивая вот они не зря пасутся сами они точно так свободно живут даже в россии кто хочет может их в живую увидеть кто если будет путешествовать наш северный кавказ эти горы где с одной стороны южный хребет сочи кавказский заповедник наш север обычно идут на юг туда вот северного кавказа с этого гор там по говорят я сам не видел тогда вот кто видел я там поднимался немножко погулял но я не проходил весь заповедник там прям вот эти лошади в дикой природе живут целыми табунами это только у нас даже в россии можно это и вот и живут спокойно круглый год без всякой там заботы человека дам очень любим так заботиться поработив кого-то и лошадь вот первое такое свойство это гордость так ее называют это вот непреклонность вот ее как бы знаете вот как человек там буша вот упрешься вот ее тоже тянут она как бы она очень свободолюбивая так скажем гордо и вот эта верховая езда кто знает и то есть невозможно не могут даже вывести породу вот сколько не пытаются как вот говорят человека любимых лошадей в каком плане человека служащих да вот что они прям рождаются и она уже рабой нет вы если узнаете любую лошадь и как-то знает обе есть объезжены еще не объезжены вот когда жеребенок там мальчик девочка растет их вот и потом надо объездить вот вы узнаете что такое вот это вот объезживание вот чтобы сесть на лошадь неважно потом видеть в какой сфере ты будешь эксплуатировать ее надо объездить вы узнаете как вот это все делают то что ни одна лошадь не дается человеку чтобы он на нее сел и вы узнаете как это делается я вам кратко скажу ломают просто и и и ломают ну и все все дрессировку что цирках все это да вот есть просто посмотреть как зоопарки всякие вот эти на курортных городах вы все знаете да вот вот все что связано с верховой ездой чтобы лошадь обуздать ее ломают причем с ее то вот этой психикой да и и вот этой гордостью и реально ломают вот прям в самом настоящем смысле унижают то есть там все это с болевыми естественно как всегда причинением боли тела да и ломать психически вот там это ужасно все происходит потому что ни одна лошадь не дается чтоб человек на нее сел вот она рождается жеребенок и он дикий всегда даже уже которых всю жизнь эксплуатирует и она там всю жизнь в неволе и даже родила в неволе его пусть опять там сломали и вот ее там и она опять рожает хоть там в десятом поколении они не рождаются ручными они рождаются свободными в рабстве их просто ломают вот реально ломают вот с таким и я к чему это говорю заметьте кошка там собаки как домашние животные не сами там идут к человеку лошади не идут все лошади это сломанные живые души абсолютно все где бы вы не увидели лошадь так скажем в руках человека на повозе и и сломали это не кошка это не собака и и сломали просто ее поработили самым ужасным физическо-психологическими средствами тоже ни одна лошадь не дается человеку добровольно это очень важный момент поэтому все вот эти верховые езды где их опять видите ой там вроде хорошо к ним относится их там до 1 фит начинается с клеток все они в стойлах все они в этих уздах вот все это так красиво падать цвет чепуха я вся говорю вот этого ошейника как бы он не выглядел там да на разных животных вы видите цепь человеческую все это уже зло любовь свободы бессмертия три природы блага бытия ее поработили она не сама там она них уедет не надо в этом говне там стоять срать его это говно за ним убираете она в нем же стоит ей не надо они живут в чистом поле они живут социальной жизнью опять всех млекопитающие это все очень близкие к человеку животные у них у всех есть социум семейные связи тому за все вот это да групповое общинное да они свободны лошадь пробегает десятки сотни тысяч километров там в день неделю в месяц соответственно да им все это не надо это говнище ваше им не нужна это ваше порабощение эксплуатация вот поэтому все эти так называемые до верховой езды там школы где я все где на животные накинули цепь это уже зло вот плюс при всех этих эксплуатациях в оконцовке да это может там одна-две есть где вот такой вот такой средне гуманно как они называют них отношения они из любви жива нишах любит они там за ними ухаживают да они может там них на скотобойню в конце не отдадут но это единицы это раз во-вторых вся эта жизнь лошадь все равно сломаны они сами же ломают папа по добрым конечно всегда папа соусом все это преподается вот на в основной массе конечно все они на бойне заканчиваются все эти кто бегает там и вроде это на всех тех скачках из по эксплуатирую в цирках все то же самое все конец от всему бойне вот это очень важно понимать вот и по поводу верховой езды то есть первое это вот гордость это вот отличие лошади да и второе это смелость вот лошадь реально как ничего не боится конечно них есть страх и вы разные тому что видите но действительно такое свойство и они как бы разные по природе как и мы люди да в основном в них это отличительная черта да вот и она как бы еще и воспитываясь как и человек да может себя превозмогать не зря мы видим что они в бойнях когда их раньше эксплуатировали вот в армии то есть там и огонь и взрывы и мечи и они сами прыгают на эти колли в огонь то есть лошади реально очень смелая так скажем там неважно с природа вещей вдоваться правда она так понимает да он человек по себе не может сказать он смелый почему он разберет и делает один такой человек один другой один делает этот поступок другой нет вот но это отличительная черта лошадь и вот такие две это всегда когда мы говорим о лошади мы все подробно это храбрость храбрость есть там не смелость или храбрость ну словам приблизительно синонимичные да вот символ лошадь это всегда символ храбрости да и второе я говорю даже вот начать надо было может быть храбрости смелости это просто вот общее на поэтому их тоже якобы эксплуатируют да и ну и просто не хотел сказать об этой отличительной черте вот но она не так все сложно в освете веганство а вот их не гордость непокорность это очень важная почему-то не та гордость знаете как у религиозников про грешную там гордость говорят превозношение нет они непокорные они не рабы вот прямая противоположность рабству а их как раз человек и вот именно больше всего эксплуатирует якобы потому что просто не хищник и легко эксплуатировать лошадь действительно человеку вреда тоже не делает она не хищник поэтому она из области этих животных как коровы так далее ну конечно лошадь по своей силе мощи может причинить вред человеку и затоптать и все вот именно но она не хищник она бы это она даже это сделает от того же самого испуга несмотря на храбрость когда зверя загоняет в угол он может как человек и брыкаться все что угодно сделать нанести вред но это неосознанно лошадь не хищник да это живой пример не веганам труппажором что живет на траве и ничего и сильные смелые красивые вот так что вот так вот по и папа по поводу поэтому верховой езды понятное дело чуть не забыл сказать все это верховая езда конечно же лошади наносит вред бог не придумывал этого нигде бог этого не заповедовал все это дьявольские бесовские деяния человека у лошади ломается хребет вот она не предусмотрена для того чтобы каждые пять секунд ей по хребту от не знаю 40 до до 200 килограмм и каждую секунду по хребту причем лошадь не создана для того чтобы здесь и на самой длинной и спине до позвоночнике кто-то давил вот естественно мы лошадь просто убиваем долго не быстро пули в лоб на скотобойне а убили дубинкой по голове а именно ломая хребет как вы видите фильмах там где показали двое и трое может людей взрослых сесть поэтому до 200 килограмм либо один какой-либо жертвец вот и посмотреть как лошадь скачет вообще неестественно что человек но настя так и написал правильно это неестественно человек не должен сидеть на какой лошади это не естественно она скачет человек все время е ломает хребет каждые пять секунд этой скачки своей задницы долбя по позвоночнику вот поэтому это все ужасно это все отвратительно это такая жесткая эксплуатация самая настоящая вот игры чтобы к этому еще дойти ее ломать ломает очень сильно я смотрел видео как не какие показушные да как с ними там дадут ей кормушку как всегда по пряникам про пряник вам можно есть видео где показывать то что ломают то знает как вообще принцип дрессировки это кнут и пряник основную массу видео конечно найдете где про пряник показывает рассказывает но это это уже позднее видео вначале их ломает ломает очень жестко именно вот из-за этой их не природы да они сами не хотят им это чуждо чуждо их не природе они не понимают что с ними делают ну как может какие понимают да вы поняли о чем я говорю вот лошадей ломает очень жестко очень жестко это неестественно мы мы прямо почему все время игру что все вот эти одомашненные животные это все искалеченные живые души это все искалеченная природа животных и вот бог видите так устроил что даже невозможно вывести породу таких домашненных лошадок которые там как бы готовы раболепствовать рабствовать перед человеком нет они рождаются основа и снова и снова каждое новое поколение каждый новый помет рождается абсолютно по духу по природе своей точно такой же то есть не получается изменить эту природу но может когда не до генов там доберемся не знаю но вот на таком внешнем психологическом физическом воздействии не человек не может пока ничего сделать но все время боремся с богом с любовью с его природы между чтобы наслаждаться прекрасным этим миром его все время уничтожаем так что вот так вот поэтому верховая езда я знаю я видел веганов да они там или сами даже инструктора я все это увидел все прохожу стараясь опытом помню когда стал искать веганов тоже там через вк через социальную сеть чего только не смотрелся да она веган но она вот там даже сама инструктор по моему или ходит в школу верховой езды якобы с любовью все фотки там с животными с не это все отвратительно точно так же как у веганов фотки в дельфинариях там с дельфинами это все мерзко отвратительно это не веганство никакое вот ну может быть человек еще осознанно заблуждается но вот ему надо говорить об этом никакой не веганство то что он либо он игру сам себя обманывает и его там обманывают он видит какую-то картинку красивую ему да и можно не показывает откуда эти появляются он уже там в эту верховую школу езды ходит да где их разводит как и чего с ними делают да и как их потом делают верховыми и для верховой езды и вряд ли покажут ну может кому-то покажет они не знают что там веган может среди этих есть а многим людям и насрать что и ламар вот что для них это норма получать удовольствие за счет кого-то так что вот так вот поэтому конечная зельма верховодная верховая сеть езда и вообще все что связано опять с эксплуатации убийства и в частности в этот раз лошади вот это конечно все омерзительно это все это такой ролик принципе хорош и в том плане и почему я был не записывал считал что вообще не нужны вот хотя уже об этом и столько все сказано здесь я хочу конечную мысль такую до вас донести что о чем все время говорю в сфере религии что очень грех да это древо познания добра и зла который нам в первую главу книги бытие описано там и сказано о том что мы все грехи свои люди стараемся замазать добродетели до всегда прикрыть я бы как якобы какими-то благими целями якобы во имя мы даже не отрицаем конечно это зло но якобы это зло нужно вот во имя какого-то блага да ну тут же тут как у меня папа сказал ему ну ты как вообще и уж саму крайнюю степень тоже взял как-то относишься к циркам вот ко всем этим вообще без необходимые просто эксплуатации не потом все они там кончают плохо да эти животные зачем ради чего ну чтобы люди смотрели я ну ты готов просидеть всю жизнь в клетке вообще ни за что вот те просто взяли дошло кто-то на тебя глазел ты там гепард сотни километров в день пробегает его посадили на всю жизнь в два на два клетку ну а что но вот так он не ответил я сказал ты мне больше не отец надо мозги иметь в голове то хоть какие то что это такое ни одно удовольствие все это прикрывается благими намерения все вся эта медицина я говорю на животных которую в лабораториях все якобы благо счастья здоровье человечество да нет никакого блага на чужих страданиях вот и это верховая езда она к чему те вообще она тебя ближе животным делай да не делай ты ему на хребет забрался почему это веган не понимает я не знаю ну я даже не беру что он не этичный он допустим этичный что он сам не может всего этого допереть неужели непонятно все эти стоило вонь одно дело животные живут там за ними якобы ухаживают за ними ухаживать что они живут в неестественных условиях они когда в природе живут они в своем говне там не валяются а когда ее в стойла стоит она где срёт там и лежит а куда и деваться то она устала они лежат но посмотри как они живут в естественной природе а не чистые пахучие они сами моются в этих речках да они и не и не и не жрут как говорится там где срут ну образно они хоть и это тоже делать но вы все понимаете да не живут на огромных территориях у них всегда зон эти дань там бегают прыгают веселятся для них все это естественно сами там и моется и друг за другом ухаживают вот в той мере как и господь ими их и задумал а когда вы их поработили поставили в эти стоило два на два да это все отвратительно вот и все любой здравомыслящий человек идущий к любви и животным во всех сферах жизнедеятельность человека хочется верить что это понимает сам или приходится помогать такое вот видео поэтому go vegan становитесь веганами боритесь против всего этого к этому ролику также ставим лайки делимся ими чтоб если вы хотите чтобы люди знали правду это все отвратительно мы человечество должны от всего этого отказываться избавляться вот от этого зависит и наш с вами счастье люди порабощающие животное вообще безобидные существа человек для них вообще ничего не стоит тоже многие грешники если уж мы с животными такое делаем чем мы сделаем друг с другом ничего хорошего на моем канале 4 правили плейлиста посвященных веганству уже не буду давать все уже устали наверно от их анонсов они вас на экране можете на паузу поставить посмотреть как они называются найти их и все видео все что касается веганства вы в них найдете как и другие но и и и Продолжение следует...